Я хочу поприветствовать всех вас Бог жив, аминь Давайте проставим его, он в действительности жив Он здесь сейчас И хотя мы находимся в центре Сибири, в Новосибирске И за окном больше, чем минус 30 Но я хочу сказать, что в сердцах наших горит Божья любовь И пламенеет этот огонь Святого Духа Который согревает, который благословляет И который указывает нам дорогу, по которой нам идти Так здорово, друзья, быть сегодня вместе И я хочу сказать, что хотя наш пост подходит к концу Но наше общение с Господом, оно не прерывается Даже если мы заканчиваем пост, мы выходим из поста Общение с Господом продолжается И та близость, которую мы обрели в эти дни Она будет еще больше, еще больше наполнять нас Друзья, в дни поста наша душа, она затихает Наши эмоции, наши чувства, наш опыт, наше понимание жизни Мы все это откладываем в сторону и прислушиваемся Духа нашего, потому что в нашем Духе есть Божий Дух И написано в Библии, что соединяющийся с Господом Становится один Дух с Ним И в нашем Духе намного больше есть возможностей Чем мы даже осознаем это Там намного больше вместимости, чем мы даже думаем об этом И я молюсь о том, чтобы Дух вел тебя по жизни Написано, что Духовный судит обо всем Написано, чтобы мы поступали по Духу И тогда мы не будем исполнять вожделение плоти Написано, что только тот человек, который знает и различает голос Божий Знающий Бога Только тот будет пребывать в этом состоянии угодном Господу Поэтому так важно, чтобы мы поступали по Духу Жили по Духу И исполняли Божьи заповеди А их можно исполнить только тогда Когда ты пребываешь в Духе Когда ты каждый день свой начинаешь с молитвы С поклонения Господу Когда каждый день ты начинаешь с того, что ты ищешь Его лица Ты хочешь угодить Господу Ты открываешь Его Слово Ты читаешь Слово И ты просто в жажде, в размышлениях Ищешь воли Божьей Господи, говори со мной Говори со мной через Священное Писание Друзья, я хочу несколько минут еще говорить о результатах поста Знаете, мы получили свидетельства Мы получили разные свидетельства Некоторые из них говорят о том Что чудо, дочь примирилась с отцом Я просто читаю Не шли на контакт с прошлого года Ольга Беляева пишет об этом У нас есть другие свидетельства о том Как Господь исцеляет людей У нас есть свидетельства Наш пастырь Евгений перешел в свое жилье Как раз в эти дни поста Давайте проставим нашего Господа Долго они шли к этому У нас есть свидетельства Когда Священное Писание заговорило И одна из наших сестер, которая нуждалась в исцелении Она открыла Священное Писание И Иакова, 5 глава, 14 стих Бог просто проговорил к ней Там написано, что если ты болеешь Призови присвятеров И они помолятся о тебе И молитва веры исцелит болящего У нас есть свидетельства о том Как Господь вышел на встречу в плане работы И дал долгожданную работу Иногда бывает очень трудно найти работу Которая нравится тебе Которая удовлетворяла бы тебя Но Господь, отвечающий Бог Давайте проставим нашего Бога Он велик, в действительности велик Я хочу сказать, что я слышал молодых людей на этой неделе И некоторые из них говорили мне о своих мечтах Говорили мне о планах своих И я восхищался Потому что я знаю, что эти планы и мечты Связаны с Богом, со спасением людей Они приходят от Господа У меня было только одно слово Что то, что кажется тебе сегодня невозможным Оно исполнится Когда ты будешь молиться Когда ты будешь преследовать эту мечту Стремиться, чтобы она исполнилась И призывать Бога в свою жизнь Может быть не так, как ты думаешь Может быть по-другому Но Господь сделает И твоя мечта исполнится Друзья, некоторые из нас Испытывают присутствие Божие Один брат подошел ко мне не так давно На этой неделе и разговаривал со мной И говорил о том, что Пастор, что-то необыкновенное случилось со мной Я чувствую, что я хочу говорить об Иисусе Все больше и больше Этого никогда не было раньше в моей жизни Я по природе очень стеснительный человек И если бы вы попросили меня, чтобы я что-то сказал Я всегда стеснялся Но сейчас, в эти дни поста и молитвы Я испытываю необыкновенную смелость И дерзновение И я вспомнил, как другой молодой юноша Он принял решение, что он напротив Больше не будет говорить о Боге И он сказал, я буду молчать Это был Еремия В Библии есть такой человек И когда он молчал, написано То кости его, они стенали Они обветшали, точнее написано От вседневного стенания его Даже в костях этот огонь Который приходит от Бога Он в наших костях И они ветшают Что-то происходит с организмом нашим Когда божественная энергия Огонь Божий опускается на тебя А ты удерживаешь это А ты не хочешь идти И ты не делаешь то, что Господь приглашает Или к чему зовет тебя Что-то происходит И даже тело наше реагирует на это Друзья, хочу сказать о том, что Еще одной из наград поста Есть то, что у нас появляется чувствительность К Святому Духу Такой, которой не было раньше Мы начинаем отличать Божий голос От нашего голоса плоти От человеческих идей и желаний И это очень важно На самом деле, вся моя жизнь Успех моей жизни состоит в том Что я слышу голос Божий И я всегда хочу Быть послушным этому голосу Я называю это Уши Самуила Помните, один молодой Подросток, отрок еще Жил в храме Мама привела его в храм И был вечер И священник в той комнате Где он жил, засыпал И там светильник еще горел Догорал И вдруг он услышал голос Который говорил Называя его имя Самуил, Самуил Он побежал к священнику Говорит, ты звал меня То сказал, нет, я не звал Иди ложись Через некоторое время Он снова услышал этот голос Самуил, Самуил И он снова побежал Говорит, ты звал меня Он говорит, нет, не звал Иди ложись Когда в третий раз Он прибежал к нему То священник понял Что это Господь Зовет Друзья, я чуть-чуть в сторону отойду Я сидел однажды Не так давно общался С одним человеком А он был таким религиозным Религиозным Он рассказывал мне Как бабушка его учила Верить с детства Как он соблюдает все праздники И как он Ну, какой он порядочный Как он хороший И я слушал его Слушал его А потом он спросил меня А вы вообще-то в Бога верите? Я говорю, да Он говорит, а у вас какие-то отношения Вы как-то праздники исполняете Я был потерей Я даже не знал, что ему сказать После того, когда он так долго И много рассказывал о себе Знаете, что я сказал ему? Я сказал, я как-то по-другому верю в Бога Он говорит, а как по-другому Вы можете верить в Бога? Вы что, не читаете все предания Отцов и так далее? Я говорю, знаете Я даже не знал, как вам сказать Я общаюсь с ним Я разговариваю с ним Я слышу его голос Вы бы видели этого человека Он прямо отодвинулся от меня Сказал, вы что, серьезно? Вы еще серьезно? Я говорю, он для меня живой Он для меня не просто, знаете, вот Обряд там выполнен, что-то Он просто живой Он так смотрит на меня Говорит, не, вы шутите? Я говорю, нет Я утром сегодня с ним общался Я разговаривала с ним Сегодня утром, когда я молился Я с ним постоянно общаюсь Друзья мои Вот эти вот уши Самуила Которые были у Самуила Помните, да? И этот подросток говорит Ну, ты не звал меня? Нет, не звал Говорит, ты не ложись Но когда ты снова услышишь Когда он скажет тебе Самуил, Самуил Тогда скажи следующее Говори, Господи Ибо слышит раб твой Я был тоже подростком Когда я впервые это Это увидел в Библии Я помню того проповедника Который говорил о том Что если хочешь прожить жизнь правильно Настрой свой внутренний слух Чтобы слышать голос Божий Если ты будешь слышать и отвечать Что говорит тебе твой Бог И если ты примешь решение Что ты будешь послушен этому голосу В этом секрет и ключ Благословенной твоей судьбы Вы знаете, я еще с юности сказал Господи, как я хочу слышать твой голос Как важно для меня, что думаешь Я помню, я хотел жениться И та девушка, с которой я дружил Мне казалось, что это она Потому что в течение нескольких лет Я общался с ней И если я знал кого-либо Из противоположного пола Я знал ее ближе всего И я думал, что это, наверное, она Потому что я ее как-то понимаю Я как-то знаю Я ничего не понимал, девушка И сейчас ничего не понимаю Кроме единственной моей жены, Надюшки Которая для меня лучше всех Она в действительности лучше всех Аминь Я это точно знаю, друзья И я хочу сказать, что Дух Божий Я молился Богу Он сказал мне Нет, сын мой Нет, сын мой Нет, нет, нет Есть другая, которую я приготовил для тебя Тебе не придется служить за нее Ты уже отработал Я дам ее тебе И я тебя благословлю вместе с ней И знаете, я тысячи раз Больше, десятки тысяч раз Благодарю Бога Что я услышал голос Божий Я услышал голос Божий В таких поворотных моментах Судьбы и жизни Как важно слышать его голос Поэтому хочу ободрить всех вас Слушайте, что говорит вам Господь Уши, Самуил Еще одна мысль у меня есть в моем духе Некоторые из вас в дни этого поста Перейдут Или уже переходят в другой сезон вашей жизни Пустыни не всегда Из пустынь выходят очень сильные служители Божьи Люди пустыни, такие как Моисей Такие, как Иоанн Креститель Такие же, как и Иисус Помните, он был только 40 дней в пустыне 40 дней в пустыне Но когда он вернулся с пустыни О нем написано, что он вернулся в силе духа И это очень удивительно Он не вернулся слабым Он не вернулся потерянным Тело было слабое после 40 дней поста В Библии написано, что он напоследок взалкал То есть он был настолько изможден Физически истощен Мы 21 день с вами И некоторые из вас такие Я прям вижу, что вам трудно Действительно, организму трудно Но он был 40 дней Но вернулся в силе духа Я мечтаю о силе духа Я мечтаю, чтобы в твоей жизни Твой дух был сильным Друзья, но пустыня не всегда И я для некоторых из вас пророчески говорю Смена сезона В твоей судьбе И в твоей жизни Происходит смена сезона Некоторые из вас выходят из пустыни Иоанн Креститель вообще странный был Он выходил из пустыни Одежда такая какая-то Странная вообще Сверблюжьего волоса Вообще одежда какая-то Как можно с верблюжьего волоса Одежду себе сделать Я так представляю себе Кузнечик в руке у него Какой-то такой большой И он грызет его Ест кузнечика Так написано Акриды Это кузнечики большие такие И дикий мед И дикий мед Что ты ешь? Ты же нормальный по возрасту Тебе только 30 В 30 лет люди нормально живут Учатся Ну как-то вообще жизнь устраивают Неженатый В пустыне был Что ты делаешь вообще? Странный какой-то Иногда ты выглядишь странным Твои родные и близкие Не до конца могут понять тебя Иногда когда ты говоришь Я пить не буду Я не буду участвовать в этой вечеринке Иногда когда ты говоришь Я обманывать не буду Шефу смотришь в глаза И говоришь Я не могу это сказать Говорят, ты что? Я не могу это сказать Почему? Это неправда Мои устыне произносят неправду Ты странно выглядишь Твои друзья могут не понять тебя Родные и близкие Могут не разделить твои участи Но Иоанн Креститель Вошел в историю Как человек, который приготовил путь Господу Величайший пророк Величайший пророк Угодивший Богу Выглядел странно Непонятно совершенно Знаете, у Бога есть люди Сегодня есть люди Которых Он готовит И для некоторых из вас Это смена Сезона Я должен припарковаться Потому что у меня есть слово На самом деле Я просто достаю из духа моего То, что я чувствую Но я хочу сказать о том Что нам нужно В действительности доверять Богу Есть благословение Которое опускается На каждого, кто жаждет В Библии целые главы Посвящены этому Я не знаю, слышишь ли ты или нет Это слово Которое я тоже слышу В моем духе Благословен ты Благословенные выходы И входы твои Это смена сезона Бог говорит Ты благословен Благословен на все К чему прикасаются твои руки Благословенны дети твои Плод чрева твоего Благословен на имущество В котором ты живешь Благословен автомобиль На котором ты ездишь Благословенные люди С которыми ты общаешься Потому что мир Божий Который на тебе Будет перетекать к ним Благословенно дело Которое ты делаешь Это Бог говорит церкви своей Это Бог говорит каждому Кто ищет лица его Он говорит Ты будешь благословен Он говорит Ты проживешь долгую жизнь И в старости твоей Ты будешь плодовит и сочин И Божье исцеление Там написано Не только исцеление Там написано Я Господь целитель твой Подлинники Я Господь здоровье твое Не то что я заболел Мне нужно исцеление Снова заболел Снова исцеление Снова заболел Снова исцеление Я Господь здоровье твое Я наблюдаю Друзья за моей жизнью И в детстве В юности Очень слабый был Очень болезненный ребенок Постоянно в больнице Постоянно в больнице Дело дошло до того Что я видел Одну специальность Одну профессию врач И я мечтал быть врачом Потому что я все время В больнице видел белые халаты. И все. Врачи говорят, мы не знаем, что делать с этим ребенком. У него все, все что-то не так. Если вы посмотрите на мою жизнь сейчас, годами я не болею, абсолютно никак. Ни простуда, ничего. И с моим расписанием, только в прошлом году у меня было 73 перелета. Откуда Господь дает мне силы? Потому что благосновен. Потому что Он Господь, целитель мой, здоровье мое. Хочу, чтобы вы взяли это слово. И чтобы, переходя в новый сезон, вы перешли в сезон благословения. Друзья, я хочу говорить, да, давайте проставим нашего Господа. Это удивительно. Аллилуйя! Давай скажем вместе, сезон благословения. Сезон благословения. Благословены финансы твои. Благословены друзья твои. Благословено все, что бы ты ни делал. И решение, которое будешь принимать, будешь принимать от Господа. Друзья, я хочу говорить с вами сегодня о том, как не пропустить свою судьбу. И я буду чуть-чуть бежать, наверное, в этой теме, но я скажу вам три главных момента. Во вступлении хочу сказать о том, что каждому из нас даны определенные судьбоносные ситуации, которые могут определить все. Если в этот момент ты пропускаешь что-то, ты теряешь возможности, ты все равно будешь получать от Господа другие возможности. У Бога будет всегда другой план. План Б, план С. И Он будет дальше продолжать с тобой работать для того, чтобы направлять тебя и вести тебя. Но для меня всегда, вот знаете, как-то по-особенному звучат эти слова, которые вышли из уст Иисуса, когда Он посмотрел на Иерусалим. И Он сказал тогда такие слова. «О, если бы ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, я пропущу немного, не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Библия говорит, что Он посмотрел на этот город. Город! Он плакал, и Он сказал, «О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели». Если бы ты хотя бы в этот день, судьбоносный день, судьбоносный момент, люди даже не подозревали, что вот этот человек, на самом деле Бога человек, спускаясь с Елеонской горы в этот момент решает судьбу целого города, на самом деле просто произносит то, что люди теряют, упускают и не понимают, насколько важный момент сейчас. Все обычно, все привычно, только Иисус со слезами на глазах говорит, «Если бы, если бы, ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему, остается твой дом пуст». Как печально, как трагично. Я молюсь о том, чтобы никто из нас никогда ничего подобного не услышал в свой адрес. Поэтому хочу говорить об этих трех моментах, которые необходимы для того, чтобы не пропустить Божий призыв. И я хочу основываться на Луке, 9 главе, с 57 стиха. Я буду читать здесь шесть стихов. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди благоветствуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Я произнесу сейчас эти три ключевых момента. Три человека подошел к Иисусу с тремя. Он говорил, и Лука записал этот диалог. Прежде всего, первый человек, он сказал, «Я пойду, куда бы ты ни пошел». А Иисус ему ответил, что мне некуда идти. Мне некуда идти. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда. У меня нету дома, у меня нету комфорта, у меня нету, может быть, того, чего ты хотел бы получить от меня. Поэтому, если ты рассчитываешь, что ты пойдешь за мной и ты получишь все, что ты хотел бы. Знаете, в те годы было немало раввинов, которые собирали учеников возле себя. И ученики, люди, смотрели на этих учителей, раввинов, и могли присоединиться к ним, их группу учеников. И вот, когда они присоединялись, то обычным делом было, чтобы учитель заботился о том, где они будут спать, что они будут есть, как сложится их быт. В общем-то, он как отец должен был позаботиться о них в то время, когда они следуют за ним. И этот молодой человек подошел к Иисусу, посмотрел на Него, оценил Его за Его проповедь, за то, что делал Он. И по-своему как-то разложил это в своем сознании и сказал, хорошо, учитель, хорошо, пойду я за тобой. Хорошо, куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой. На самом деле, Иисус, который был сердцевидец, Он рассмотрел в этой фразе спрятанный вопрос к Нему. И вот этот вопрос, Иисус, так как я решил идти за Тобою, я хотел бы услышать и узнать, что Ты предложишь мне. Где я буду спать, что будет с одеждой моей, какова зарплата или каковы финансы, вообще, что ждет меня впереди. Пожалуйста, приоткрой условия контракта. Я иду за тобой, я готов идти за тобой, куда бы ты ни пошел. И вот ответ Иисуса, Он говорит, я тебе ничего не обещаю. Мне нечего отдать тебе. Если ты посмотришь на меня, я просто следую за Отцом в глубоком послушании и смирении. Мне даже негде голову преклонить. И больше об этом человеке ничего не сказано. Скорее всего, он оценил, посмотрел и подумал, интересно, что идти за ним? Есть много других учителей, которые что-то более интересное предложат. Да, что я пойду за ним? Будет еще у меня на моем жизненном пути и другой раввин, и третий, и четвертый. Я проживу. Друзья мои, хочу сказать, что некоторые из нас теряют судьбоносные моменты только потому, что оценивают и взвешивают, что я могу получить от Господа. И, конечно, очень много проповедей звучит на такую тему. Приди к Нему, Он благословит тебя. Приди к Нему, Он исцелит тебя. Приди к Нему, Он даст тебе все необходимое. Он даст тебе лучшую работу. Он даст тебе лучших друзей. Тебе нечего терять, кроме своих собственных грехов. Просто приди к Нему так редко, с кафедрой, можно слышать в церкви или в церквях, проповедь о том, как Иисус сказал своим ученикам. Знаете, ребята, я хочу сказать вам, что такое следовать за мной. Вот она цена. Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Я не знаю, что вы понимаете, подразумеваете под словом крест. Я понимаю, что-то неприятное, что-то болезненное. Это инструмент для смерти, которым умерщвляли преступников, людей, которым просто распинали. Это очень болезненная какая-то штука, очень ужасная, страшная, даже думать не хочется об этом. И вдруг Он говорит, возьми свой крест. Тебе придется отказаться от своих целей, планов, от своей мечты, если ты хочешь идти за мною. Другой человек сказал, на самом деле, Иисус к Ему повернулся и сказал, следуй за мной. А он ответил, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Иисус ответил ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Вы знаете, я с детства слышал эти тексты. Признаюсь, я как-то не до конца понимал. Мне казалось, что как-то Иисус несправедлив здесь. Я так представлял, что пожилой мужчина уже в преклонном возрасте умирает. Ну, наверное, сегодня, завтра умрет. Или уже, может быть, совсем умирает. И вот этот человек оказался рядом возле Иисуса. Иисус поворачивается к нему и говорит, пойдем за мной, следуй за мной. Он говорит, подожди, Иисус, сейчас я на похороны останусь, отца похороню, и я пойду. Ну, день-два. Что тут такого? Почему Иисус так жестко говорит, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и проповедуй и благовествуй Царство Божие. Знаете, друзья, однажды, когда я читал свою Библию, как-то по-другому этот стих заговорил со мной. И я увидел, что здесь идет речь не столько об отце, непонятно, умирал он прямо сейчас, не думаю, что если он в действительности умирал, и речь шла об одном дне, что Иисус был бы настолько принципиальным и жестким, насколько здесь я увидел другой акцент, как будто бы фокус повернулся на этого человека. И я увидел, как он произносит эти слова. Да, Господи, или Господи, я иду, да, но позволь мне прежде. Но прежде. Позволь мне прежде. И вдруг вот это слово прежде как будто бы поднялось в моем сознании. И я увидел, что так много людей, которые слышат призыв Божий, но в ответ говорят, да, Господи, но прежде. Конечно, да. Я пойду, я сделаю. И я тут же вспоминаю огромное количество моих друзей, с которыми я рос вместе. Мы все мечтали о движении Божьем. Мы все мечтали видеть, как люди каются. Мы все мечтали и молились, и постелились тогда, в те годы, еще в Советском Союзе, чтобы пробуждение пришло в Россию, чтобы сотни тысячи людей пришли к Богу. Мы все мечтали, что мы будем служить, проповедовать. Мы отдадим все свои лучшие годы Иисусу. Периодически я встречаюсь с некоторыми из них, и я вспоминаю те мечты вместе с ними. Они смотрят с такой завистью на меня. И я спрашиваю, почему вы не пошли? Я поехал в Россию, я живу в России. Я безгранично счастлив. Я просто настолько благодарен Богу. Они говорят, да, но прежде мы хотели устройство, но прежде нам нужно было закончить. Да, но прежде, ты понимаешь, но прежде, но мы женились, тут дети пошли, понимаешь, но прежде нам надо было детей поднять. Я говорю, я все еще слышу, как некоторые из вас говорят, пастырь, да, давайте проставим нашего Бога, друзья, проставим его, он сегодня зовет и стучит в твое сердце. Не пропусти, это судьбоносный момент твоей жизни в твоей судьбе. Дух Святой рядом, все еще зовет и стучит к тебе. Я все еще слышу, как некоторые из вас говорят, пастырь, но прежде дай мне закончить обучение. Некоторые говорят, дай мне пастырь, у меня такая денежная работа, подожди, дай мне три месяца, я не буду посещать воскресное богослужение, пастырь, но я такие деньги заработаю. Я тоже десятину, совсем другую отдам, пастырь, я поправлю семейное положение. Три месяца, вахтовый метод. Пастырь, подожди немножко, я вернусь, я вернусь, я буду служить Богу. Да, я сказал ему да, но прежде. Шесть лет назад Господь проговорил ко мне, тоже был где-то в февраль месяц, и Бог проговорил мне об Украине. Я ничего не мог понять, что делать с этим. Год прошел, я ничего не сделал, только молился, как нечто странное. Мы должны служить в Украине. Зачем мы должны служить в Украине? Я не живу в Украине, я никого уже и не знаю, там, в той Украине. Я когда-то родился, вырос там, но я не... Ну, то есть я живу здесь, Господи, где и как? Через год Дух Божий пробуждает меня среди ночи с одним вопросом, Сын мой, а ты намерен исполнить то, что я попросил тебя, я дал тебе задание, ты намерен это исполнить? Или мне попросить другого? Я лично это слышал. Я сказал, Господи, только не прости другого, я боюсь замены, я боюсь, что ты сейчас, ты ждешь меня, а потом ты скажешь, я не могу так долго ждать. Есть дело, которое должно быть сделано, я попрошу другого. Не так давно я общался с человеком, который близко знает Рейнхарда Бонке, я вам рассказывал эту историю уже, как однажды Рейнхар Бонке, один из известнейших проповедников 20-21 века, он возвращался домой после одного из богослужений, и он был настолько счастлив, переполнен, как я иногда, еду домой в машине, этот приступ счастья просто переполняет меня, и он возвращался домой, и он говорил, Господи, так благодарен тебе, то есть у меня есть братья, но они живут обычной жизнью, Господи, но ты взял меня, простого человека, ты так сильно благоставил мою судьбу, ты меня позвал и дал мне целый континент Африка, это Рейнхар Бонке, который часто эту фразу произносил, Африка будет спасена, который за один вечер однажды видел около миллиона людей, которые посвятили свою жизнь Господу, это был этот человек, везде, куда камера могла объять, были люди, 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 они поднимали свои руки и говорили, мы отдаем свои жизни Иисусу, это потрясающе, друзья, это незабываемые моменты, и вот он едет, возвращается, переполненный, и Дух Божий, переполненный благодарностью, говорит ему, Сын мой, ты не первый, ты третий, к кому я обратился, но ты пошел, ты не отодвинул, ты пошел, давайте воздадим аплодисменты Богу, за то, что есть люди, которые не говорят, но прежде, они говорят, да, сейчас, здесь, сейчас, да, нет, не буду, не буду откладывать на потом, прямо здесь и сейчас, друзья мои, хочу сказать, что дьявол абсолютно не беспокоится, когда ты говоришь Богу, да, ты можешь ему сказать, да, Господь, даже плакать, твое сердце может трепетать, и скажешь, я все сделаю, и ты идешь домой, и включаешь телевизор, расслабляешься, как обычно, отдыхаешь, и ничего не предпринимаешь, так много таких христиан, но дьявола беспокоит человек, который сказал, да, и пошел делать то, что Господь ему говорит, я хочу вам дать несколько мыслей еще по поводу того, какова должна быть реакция, Матфея 4 глава 18 стих, с 18 по 22, я очень кратенько скажу, Иисус проходит возле Галилейского моря, и два человека, Симон, называемый Петр, и Андрей, они закидывают сети в море, они были рыболовы, когда вы читаете рыболовы, это не значит, что они просто отдыхали, так, знаете, на рыбалочку себе пошли, это означает, что это их был семейный бизнес, они трудились, этим они зарабатывали на жизнь, кормили свою семью, воспитывали детей, и вот Иисус подходит к ним и говорит, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеком, я не знаю, какова твоя реакция была бы, ты занимаешься семейным бизнесом, ой, извини, это то, что ты унаследовал, там у них была лодка, лодка, которая, возможно, знаете, огромную ценность имела, это как реликвия, от дедушки, возможно, была просто передана, и все секреты, мастерство, все это, это их бизнес, кто ты такой, что ты мне, ты меня от моего семейного бизнеса отрываешь, это реакция многих из нас, Иисус, ну, а не слишком ли много, ты хочешь от меня, ты вот благослови меня, и все, что ты хочешь от меня, я и так помолился уже, и знаете, мне так нравится их реакция, тут в 20 стихе есть такое слово, они тот час оставили сети, оставив сети, последовали за ним, давайте скажем вместе слово, тот час, тот час, древнее русское слово, то есть сразу, сразу посмотрели на него, что-то внутри кликнуло, да, это он, это мессия, это он, та бизнес, подожди, а как детей кормить завтра, подожди, у Петра, мы знаем, жена была, у тебя жена есть вообще, подожди, а дела твои, а планы все, а не тот час, а не тот час, оставив сети, бросив сети, прямо тут же на берегу, бросив сети, так же поступил Елисей, Он взял своих валов, на которых пахал, Он заколол их, принес жертву Богу, и свой плуг, тоже взял, уничтожил, бесповоротно, и пошел за Господа, друзья, третий человек, второй, второй случай, когда люди пропускают, это случай связан с тем, что мы откладываем, мы говорим, да, но не сейчас, да, Господи, я это сделаю, я это сделаю, и для того, чтобы не пропустить, делать сразу, без промедления, и вот третий человек, он сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими, Иисус сказал ему, никто возложивший руку свою на плуг, и озирающийся назад, неблагонадежен, не благонадежен, для царствия Божьего, что такое озираться назад, что такое оглядываться назад, недавно я был в Израиле, и мы проезжали возле Мертвого моря, и там есть памятник жене Лотовой, жена Лота, Лот был племянником Авраама, и пришли ангелы, которые выводили их из Содома, и Гаморы, города, в которых они жили, и выводили их очень поспешно, поспешно выводили, говорили, что мы уничтожим сейчас огнем этот город, уходите, и уходите, и они шли, Лот, женой, и жена Лота повернулась назад, и в Библии написано, что она стала соляным столбом, она тут же умерла в этот момент, что такое повернуться назад, что такое взяться за плуг, и обернуться назад, это иметь эту внутреннюю связь, у жены Лота, там какие-то связи душевные, родственники остались, город, в котором я жила столько лет, «О, о, я иду за тобой, Иисус, но подожди, но подожди, ой, ой, как-то, да и раньше хорошо было, да столько интересного было, да как-то вот, да я не знаю, Иисус, ну я пойду за тобой, а я не уверен, я не уверена, ты правда хочешь от меня чего-то радикального? Ты правда хочешь, чтобы я был посвящен тебе так сильно? Ну это пастырь там, ну там другие люди, ну я-то обычный человек, это просто мне, просто пожить, ты правда? Хорошо, я берусь за плуг, я пойду, я пойду, я позволю тебе, чтобы моя жизнь изменилась, о, как мне хотелось бы просто жить хорошо. Вот эта неуверенность, колебания, вот эта душевность, эти три момента, когда мы ищем комфорт, или наши условия, когда мы откладываем, или когда мы сомневаемся, отступаемся и колеблемся, и чили за ним, посвящать ли себя ему так, как он просит этого. Эти три момента могут сыграть злую шутку, и твоя жизнь и судьба может быть другой. Я закончу, друзья, знаете чем? Я закончу тем, что Бог сегодня обозревает всю землю, так прямо написано в Библии, и ищет тех, чье сердце вполне предано ему. Второе параллель, поминон, 16 глава, 9 стих. Вполне, давайте скажем вместе, вполне, вполне, полностью, целиком, всецело, на все сто процентов посвящено ему, Иисусу, Господу нашему. Я буду молиться, друзья, этот призыв звучит сейчас. Возможно, ты бежишь по жизни, тебе нужен Бог, чтобы он помог тебе. Тебе нужен Бог, чтобы он исцелил тебя. Тебе нужен Бог в твоем браке, у тебя трещины, у тебя нет того, о чем ты мечтал в юности. Тебе нужен Бог, потому что дети твои бесконтрольно начинают жить так, как хотят, и ты не знаешь, как с этим справиться. Тебе нужен Бог, так много вызовов, ты уже ранен, где-то внутри какой-то подбитый, предательство, измены, другие какие-то обманы в жизни, жесткость такая, так, тебе нужен Бог. Но Богу нужен ты, то сердце, которое вполне предано ему. И никто другой не может это сделать. твоим сердцем управляешь ты. Можешь попросить и он войдет туда, можешь дать ему какую-то часть, можешь открыться полностью и вполне полностью посвятить себя Господу. Отец, я молюсь о том, чтобы твоя благодать коснулась каждого человека, кто слышит меня сейчас. Я знаю, что прямо сейчас ты проходишь по нашим рядам, и ты ищешь то сердце, которое вполне было бы предано тебе. Господи, мы посвящаем свои жизни тебе. Боже, мы не хотим уподобиться этим людям, которые были так расчетливы, которые медлили, которые колебались, Господь. Мы хотим, Иисус, не пропустить судьбоносные моменты в нашей жизни, когда ты говоришь и зовешь, когда ты даешь задание нам. Мы хотим услышать это и исполнить это. Прошу тебя во имя Иисуса. Аминь. И аминь. Друзья, давайте встанем сейчас. Давайте встанем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok